Всем хай, с вами Стив Про, и как я обещал, я сегодня выпускаю обновление, друзья, хоррор-карты, то есть Хоррор Хоспитал. Данная карта была ещё на версии Майнкрафта 0.15.0, но пришлось её переносить, и при переносе пришлось исправлять текстурки, а также пришлось исправлять баги карты. Были удалены многие ненужные объекты, которые нагружали данную карту и вызывали дикие влаги. Также, как я сказал, были подправлены некоторые текстурки. Собственно, если кто-то не знает историю карты, то вы просто попали в психбольницу, и объяснить, как вы сюда попали, просто невозможно. Но, друзья, ваша цель — найти три ключа. А также, если вы хотите узнать историю самой больницы, вам придётся её всё обыскать, потому что в некоторых местах почти везде написаны таблички, и написано, что здесь происходило. Также, друзья, чтобы найти один из ключей, вам придётся немного пройти по сюжету, поэтому я обещаю, что приключение будет немного страшным и намного интересным. Остерегайтесь очень опасных, друзья, пациентов, которые находятся в этой больнице. И помните главное правило — здесь вы не одни. Ну что же, друзья, как видите, текстурки просто высокие, высокого качества. Возможно, даже 128 бит, что очень-очень высоко для нашего Майнкрафта. Поэтому, сразу скажу, что у многих эти текстуры могут лагать. А также я убрал моргающий свет, который вызывал просто дикие лаги. Что ж, друзья, давайте посмотрим на наших пациентов, которые обитают здесь. При первом заходе у вас будет выживание, и здесь будут бегать около четырёх этих пациентов. Как вы понимаете, друзья, это зомби. И наши пациенты выглядят вот так. Вот, кстати, появился ещё один. Он где-то бегал и решил залезть на кровать. Что, друзья, выглядит довольно дико и очень-очень страшно. Залезть вы можете практически в любое отделение. Ну, в некоторых местах, конечно, стоят и железные двери. Поэтому, друзья, смотрите на своё усмотрение и будьте предельно осторожны. Вот, друзья, собственно, продолжение сюжета, который выходит на улицу. Да, вам придётся немного побывать на улице, но это ничего страшного. Как видите, текстурки вправду очень качественные. Также здесь есть и грязь. И вся какая-то, друзья, такая... Ну, я не знаю, как объяснить, но просто очень классные текстурки. Если кто-то не понял, то данная карта как бы портирует карту... Как называется? Друзья, короче, это порт карты с ПК. BlackLish. Как-то так называется карта на компьютерной версии. Вы также можете её скачать. Ну, а я её перенёс на нашу мобильную. И получилось довольно неплохо. Сейчас, конечно, выглядит всё, друзья, плохо, потому что я в креативе. Никто на нас не нападает. А также я рекомендую убавить яркость на минимум. И, друзья, самое страшное для меня, это, конечно, подвал. Может быть, и для вас он тоже будет страшным. На данной карте 4 этажа. Ещё плюс подвал. То есть, получается, 5 этажей. Всё начинается со 2 этажа. Каждый этаж обозначается вот такой цифрой. То есть, сейчас мы находимся на 3-м. Там был второй, а там у нас получается, друзья, давайте посмотрим. Четвёртый этаж. Вот, и всё у нас всё обозначается. Четвёртый этаж целиком закрыт, поэтому пробраться сюда вам будет сложно. И делать здесь практически нечего, потому что здесь всё, всё закрыто. Ну, ладно, друзья, подробности карты я дальше раскрывать не буду. Вы сами всё посмотрите. Что же от вас требуется? От вас требуется просто установить текстуру паку, установить карту. И вы можете начинать игру. Если будете играть без текстур, то толку играть в эту карту я просто не вижу, потому что будет неинтересно. Ну, а начинайте вы вот отсюда. При каждом выходе из этой комнаты рекомендую закрывать дверь. Если же вы умрёте, здесь может появиться вот этот страшный пациент, который просто очень страшный. Друзья, посмотрите на его текстурку. Ладно, пугать вас не буду. Собственно, скачивайте карту через описание. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok